Региональный форум в сфере агропромышленного комплекса «День Костромского села-2018» состоялся 16 июня в поселке Караваево. Какие еще вопросы поднимались на совещание, которые показались вам интереснее? Ну, вопросы налогообложения, проблемы кредитования, что очень сложно фермерно получать кредиты. Нужно столько документов оформить, что не каждый человек с двумя высшими образованиями разберется. Это все губернатор взял себе на заметку и эти вопросы будут решаться. Ну, в том числе, как обычно, вопросы по земле. Ну, это не наш вопрос, у нас земля есть, но в таких районах, как Костромской, Красносельский, Еринский, очень большая проблема с землей. Ежегодное проведение областного мероприятия стало доброй традицией, призванного обратить внимание на достижения агропромышленного комплекса. Вы знаете, вот день Костромского села, это, наверное, подведение итогов первоначального этапа сельских тружеников, это весеннего сева. Потому что у селян цикл, как правило, проходит один за другим. Весенний сев, заготовка кормов, уборка, зимовка и так далее. Поэтому сегодня на дне Костромского села аграрии Буйского района представили свою продукцию, ту, что мы производим в районе. Значит, племенной скот, птицефабрика предоставила на выставку и продажу птицу своего предприятия. Ну, губернатор очень хорошо реагирует на наши достижения. Я, в первую очередь, ему сказал про наши надуи, про расширение планки сыров. И сегодня мы на совещании очень много отмечали, что много у нас катрафактов. И с этим сложно бороться. Вот у нас все натуральное и все местное. Специалисты и руководители предприятий смогли пообщаться с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. День Костромского села – это главное праздничное событие для аграриев региона, где активно обсуждались наболевшие проблемы отрасли. Их представители аграрного сообщества обсуждают с губернатором, областными депутатами и профильными департаментами в рамках расширенного совещания. Аграрии Буйского района успешно завершили весенний сев в агротехнические сроки. Те планы, которые были поставлены, все выполнены. Самое главное – смогли сохранить посевную площадь. А это одно из условий для получения субсидий. Также в этом году был увеличен сев Яровых. Сельское хозяйство области живет. Мы это все чувствуем. Ну, а вы сегодня почувствовали, а главное – что? Ну, в сельском хозяйстве всегда работать было тяжело, но, по крайней мере, есть движение вперед. Вот впервые в Буйском районе от одной коровы получили больше 6 тысяч. В свое время за 5 тысяч уже давали героя Советского Союза, статистского труда. Это в нашем Буйском районе? Это в нашем Буйском районе. Мы впервые перешагнули в среднюю 6-тысячный рубеж. Это очень много. В этом году у нас получили три гранда наши фермеры. Это очень хороший результат. Мы практически что заявляли в строй, и все наши вышли победителями. Это довольно неплохо. И еще у нас есть на подходе фермеры. Ну, и как всегда, нас, конечно, радует Воскресенский сыродел, где все натурально, и представляем все новые и новые сорта сыра. И продукция пользуется большой популярностью. Мне бы хотелось еще поблагодарить наших аграрьев за успешное проведение весеннего сева в акротехнические сроки. И надо отметить, что в этом году мы увеличили яровой сев на 103%. Это при помощи таких предприятий, как Воскресение Агра и Зорница. И надо сказать, что в этом году яровой сев у нас сложился из, как правило, из зерновых и зернобобовых, однолетних трав и овощей. Зерновые и зернобобовые заняли 55%. Из них, это значит, в основном у нас идет, сейчас предпочтение отдается ячменю и пшенице. Вот. Однолетние травы заняли 44%. Сева 137 гектар посеяли кукурузу мы в этом году. И 1% у нас овощи. Овощи у нас крестьянское фермерское хозяйство Рахимов выращивает. В этом году он расширил свой ассортимент. Помимо, значит, свеклы, моркови и капусты основных, посадил в этом году клубнику. И кормовую свеклу для наших молочных хозяйств. Это Воскресение Агра с Зорницей и для Сусанинского района, для Сумароковского. День Костромского села укрепляет статус крупнейшего регионального форума в сфере АПК. По итогам которого принимается ряд важных для отрасли решений. В поселке Караваево на поле спорткомплекса «Урожай» были представлены презентации муниципальных районов Костромской области, круглые столы, выставка-ярмарка автотракторной техники, сельхозмашин и запасных частей, сельскохозяйственных животных и птицы, соревнования косарей, показательные выступления казачьего отряда и даже трактор-шоу. Кульминацией дня стало награждение передовиков сельскохозяйственного производства. Лучшие сельские труженики в день села получили областные и ведомственные награды. Вручали почетную грамоту Министерства сельского хозяйства маркетологу птицефабрики Буйской Смирновой Светлане Александровне. Также почетными грамотами департамента были отмечены директор хлебозавода Виктор Наливалкин Сергей Владимирович и механик воскресенья Кустав Александр Евгеньевич. На празднике свою продукцию представили около 20 крупных предприятий страны, производящих сельхозтехнику, биопрепараты, семенной материал, кормовые добавки, ядохимикаты. Можно было попробовать и приобрести овощную, молочную, мясную и хлебобулочную продукцию местных сельхозпроизводителей. Фермеров у нас очень много сейчас появилось в районе, поэтому как-то их нужно обобщать, чтобы они друг с другом были знакомы. Но тем не менее, хочу сказать, что на сегодняшний день у нас в районе 70 хозяйственных предприятий функционируют, 8 крестьянско-фермерских хозяйств. Из 8 крестьянско-фермерских хозяйств 5 получили гранты. Это поддержка большая на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. На данные гранты они приобрели технику сельхозпроизводителей, это значит животных, и производят продукцию, работают. Это есть возможность, дополнительно создали дополнительные рабочие места по 3 человека. То есть население себя занимает, оно может работать на селе. Сегодня еще здесь представляют продукцию личное подсобное хозяйство нашего района. Тем не менее, из центрального сельского поселения активно идет продажа сыра, Кантеевское территориальное отделение. У нас в районе 2771 лично подсобное хозяйство. И, конечно же, бренд нашего района – это перерабатывающие предприятия ООО «Воскресенский сыродел» и ООО «Воскресенье». Также они представили свою продукцию. На сегодняшний день завод работает, поступает молоко с Костромского, Сусанинского, Буйского района, более 25 тонн. Продукцию производят натуральную, цельномолочную, более 16 видов сыров. И, в общем-то, торговля сегодня идет на ура. На дне Костромского села-2018 установлен диалог между сельскохозяйственными товаропроизводителями, руководителями федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителями бизнес-сообщества. Участники форума укрепили экономические отношения, обменялись опытом, расширили деловые контакты. Хочется поблагодарить руководителей за оперативную работу и организацию весеннего сева специалистов. И, конечно же, механизаторов. Сегодня наш район представляет Андреев Евгений Сергеевич на трактор-шоу. Мы все болеем за него, переживаем. И на конкурсе «Коси-коса» наша бессменная учительница Гавриловской школы Смирнова Ирина Анатольевна. Радуюсь, что все приезжают и есть у каждого района свои достижения. Ну, я благодарен все-таки всем жителям сельского хозяйства, кто работает в сельском хозяйстве. Это огромный труд, это работа без выходных и это, наверное, призвание. Человек, который здесь не работал, вновь начать в сельском хозяйстве очень сложно, потому что, действительно, это совсем другой уровень труда. Мы привыкли работать от и до здесь без выходных. Продолжение следует...